Побывать в студии программы «Вести» за три минуты до эфира, пообщаться с ведущими популярной утренней передачи, задать вопросы сенатору Федерального собрания. Для Кирилла Новикевича и Андрея Махмудова это стало возможным благодаря участию в фестивале Атом-ТВ. Казалось бы, еще недавно я был в своем небольшом провинциальном городке, а уже сейчас готовлюсь зайти в Совет Федерации. Это начало репортажа ребят «Московская осень» с Атом-ТВ о том, как проходили фестивальные дни в столице. В жестких условиях молодой съемочной группе пришлось на ходу придумывать тему ролика и интересный ракурс для съемки, так как штатив в режимной издании брать не разрешили. Сендап нужно писать, и желательно статичный. Я решил лечь. Пользуюсь таким методом. Все ради хорошего кадра. Мастер-классы, экскурсии, встречи с интересными людьми. Два дня в Москве и два в Заречном. В небольших перерывах ребята брали интервью сенаторов, телеведущих, режиссеров, чиновников и журналистов. В итоге полученный репортаж удостоился диплома первой степени в номинации за человечное обращение героя сюжета. Мы решили подойти к ним как к людям, а не как к профессионалам. Рассказали именно о их личностных качествах, о том, как они ведут себя с детьми, с людьми. И сделали про это ролик. Юнкор и Андрей на фестивале больше интересовали мастер-классы по написанию текстов и работе в кадре. Кирилла, как будущего видеооператора, привлекал новейшее профессиональное оборудование студий федеральных каналов. Каждый из ребят извлек для себя что-то полезное и интересное из фестиваля. Можно заметить, насколько они выросли профессионально, насколько они творчески подходят теперь к своему делу. То есть это уже, я считаю, почти профессиональные журналисты готовые. И все это благодаря участию в этом проекте. Дипломы победителей стали для мальчишек стимулом к развитию и совершенствованию своих навыков. Ребята вернулись в фестивали с новыми творческими идеями. Сейчас они работают над новым проектом, который пока держат в секрете. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова